В 11 муниципалитетах нашей области 9 сентября пополнился парк машин скорой помощи. Это автомобили отечественного производства, соответствующие всем современным требованиям. Ключи от новой техники вручал лично губернатор Игорь Руденя. Традиционно новые кареты скорой помощи направлены в те муниципалитеты, которые особо нуждаются в обновлении парка. Три автомобиля направят в Тверь. По одной скорой закуплено Висегонск, Сандово, Кимры, Лихославль, Балагое, Ржев, Белый, Осташков, Торопец и Лесное. В последнем муниципалитете особенно рады новинки. Мы дальний район и для нас наличие хорошей скорой помощи очень важно, потому что наш штат больницы полностью неукомплектован врачами. И скорая помощь работает у нас на все 100%. Поэтому мы очень рады, что у нас появится современная машина. Машины приобретены за счет средств областного бюджета. Это 6 автомобилей на базе «Газель Некст» и 7 на базе «Соболь Бизнес». Они соответствуют всем современным стандартам. Оснащены необходимым оборудованием для оказания экстренной и неотложной помощи. В том числе аппаратами ИВЛ, электрокардиографами, дефибрилляторами, экспресс-измерителями концентрации глюкозы, портативными ингаляторами и другой техникой, наличие которой так радует медиков. Это же вообще замечательно работать, когда у тебя в машине все есть, когда не надо ничего искать. У тебя все под рукой, все грамотно в машине лежит. Удобно, удобно для тебя, удобно для больного. Машины новые, машины комфортабельные. Ключи от 13 новых машин скорой помощи глава муниципальных образований вручал лично губернатор Тверской области. Он отметил, что Верхневолже ведет планомерную работу по обновлению медицинского автопарка. Сегодня можно говорить о том, что задачи, которые ставит президент Российской Федерации и правительство, системно реализуются. За это время мы поменяли с вами 110 машин скорой медицинской помощи, пополнили парк. Всего в настоящее время в Тверской области к пациентам выезжают 234 автомобиля. Медицинскую помощь оказывают 110 бригад. Параллельно продолжается укрепление кадрового состава. На этой неделе принято решение о предоставлении единовременных региональных выплат в размере полутора миллионов рублей молодым врачам скорой помощи, которые придут работать в медучреждения Верхневолжья.